Перекресток трассы М5 и Малой Бетонки. Эту развязку построили в прошлом году для того, чтобы пустить машины в объезд города Бронница. Но обход получился неполным и транспорт все равно вынужден поворачивать и заезжать в южную часть города. Машины можно пустить напрямую. Для этого строят новый дорожный объект. Его длина должна составить 12 километров. Новая дорога начинается прямо здесь, у поворота на Броннице. Она обогнет город и сольется с трассы М5 в деревне Татаринцево. Где-то посередине будущей магистрали Николай Старостин ворочает бульдозером. Новые технологии, как страховка от работы над ошибками. Сейчас бульдозер делает все до миллиметров сам. Точность выравнивает очень ровно. И можно и нарезать и откосы, и все делается. GPS все выполняет. Спутник, робот, можно сказать, по-нашему. Но и космические технологии не помогли строителям уложиться в срок. Из 12 участков дороги сейчас работы идут только на шести. Наша стройка, вот она уперлась в лес, и дальше мы идти не можем. Соответственно, это на этом участке. И на остальных участках этой дороги, 12-километровой трассы, 12-километровой трассы, если мы посмотрим на фотографии, тоже видно, как мы здесь с одной стороны подошли и с другой стороны подошли. То же самое здесь, на этом участке, тоже везде упираемся в лес. Ни много, ни мало надо вырубить 40 гектаров лесного массива. В настоящий момент идет реорганизация в лесном департаменте, и, к сожалению, этот вопрос не решается. Решить его заказчики надеются до зимы. Документы по переводу земель из лесного фонда в земли транспорта и строительства сейчас скомплектованы, переданы в комитет на рассмотрение. Я думаю, что в течение ближайших двух-трех месяцев этот вопрос разрешится, строительство продолжится полным темпом. Машины должны были помчаться по новой дороге летом 2013-го. Но ездить в Рязань через Бронницы придется как минимум до зимы следующего года, утверждают строители. Согласно новым правилам перевозки, нагрузка на ось для грузового транспорта должна быть не более 10 тонн. Для дорожников это означает только одно – темпы строительства упадут. 9 тысяч кубов мы возили инертных материалов на эту стройку. В данный момент мы возим 2-3 тысячи, то есть резко упали подвоз материалов, потому что автотранспорт не загружается на полную свою максимальную загрузку. Соответственно, мы страдаем от этого. А без объездной дороги страдают жители Бронниц. Судя по всему, терпеть транзитный транспорт в своем городе им придется еще как минимум год. Жанна Пшенко, Константин Гребенкин, Новости Подмосковья.